Нам многие рассказывают про пирамиды в Египте, сколько весил там один блок, сколько сто хенджи в Англии, блоки весят. А смотрите, вот храм в Египте построили, и это называется Онджаханадхи из Пури. Вся загадка в том, что его крыша весит 20 тысяч килограмм или 20 тонн, и имеет монолитную структуру и состоит из одного куска камня. В России есть аналог такой, там где-то 150 лет назад стоит в музее выточенная чаша из камня, что такой технологии, ее даже сейчас нельзя повторить, там где-то она или 6 или 7 метров в диаметре, с цельного камня выточена, толщина стен там небольшая, и как это сделано тоже никто не представляет, какой-то надо иметь токарный станок по камню или какую-то другую технологию, чтобы вытачивать. И так же тут, кто-то сделал из монолита вот эту крышу храма, высота храма 65 метров, а крыша сделана не из того же материала, что сам храм. Значит, крышу сделали в другом месте, а позже подняли 20 тонн на высоту 60-65 метров. Любому здравомыслящему человеку понятно, что без высоких технологий невозможно затащить монолитную крышу весом в 20 тонн на высоту более 60 метров. И даже с высокими технологиями это почти невозможно. Ученые недавно строили Акуанский, спорили про обелиск из Египта, так он весит всего лишь 1200 тонн. И что самое интересное, вот пойти в Википедию, и они тоже очень мало, они обычно в Википедии пишут, развернуты, а тут про этот храм совсем чуть-чуть. Вот это фактически один абзац. И ничего они сильно не пишут, вот все примечания, ссылки. И вот сам этот храм в Википедии. Вот так вот, ссылка на их официальный сайт. Ну тут, если посмотреть картинки по храму, смотрите, какое вот все идет величие. Вот это 65 метров, представляете? Вот такие картинки, фотографии. Много загадок. Нам все историю обрубили всем странам. Скрывают. А вот это официальный сайт вот этого храма, что перейти. И тут тоже, вот это уже перевод на русский язык. Древний, средневековый, современный. И какой тут не откроешь, ну вот этот вид храма, тут тоже они сильно не афишируют, что, как, технических деталей не дают. То ли, чтобы к ним не ломились эти все, ну как сказать, ученые, и не начали там, как говорится, переворачивать всю их историю. И они вот так вот отсекают, такая вот версия есть от этого всего, но не пишут технических деталей. Тут тоже зайти на такие туристические сайты, они тоже пишут разные описания, все, какая высота архитектура, 37 тысяч квадратных метров. Но вот этих всех деталей, таких вот технических, не хотят приводить. А там наверняка можно было бы много интересного привести, технических деталей. Так что думаем, кто скрывает эту всю историю, сколько артефактов таких по миру всего находят, которые нельзя объяснить и просто их замалчивают. Хотя у стран некоторых есть эти все архивы, где лежат эти все записи, то, что было, как было, но почему-то это все не афишируется. То ли там есть технологии, как энергию добывать из пространства, что тогда уйдет нефтяная и газовая отрасль, если вы будете электричество, к примеру, из пространства добывать. Проводили эксперименты энтузиасты, показывали, как из воздуха с помощью разницы высоты идет электричество. Ну то есть тут много вопросов. И нас, как говорится, на убой всех держат, транснациональной корпорации, чтобы вы покупали продукты, лечились, фармкомпаниям покупали продукцию, и все. И потом ушли в мир иной, и еще их всем служб похоронным заплатили. Вот такая сейчас ситуация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова